Ребятки, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Т-92. Не пугайтесь, это не арта на 10 уровне, это тот же американец, только ЛТ, только на 8 уровне и только премиумный. Наверное, такие танки с таким названием, я имею ввиду, может выпускать только Америка, USA. Кстати, если вы кушаете, то приятного вам аппетита. Вообще, я как-то не планировал записывать видео о данном танке, ибо танк особо не популярный, никакой славой там не пользуется, звезд с неба не хватал и к чему бы делать видео. Но так как вышла реферальная программа 2.0, к моему большому удивлению, уже огромное количество выполнило ее и нужно записывать видосик. И ребята, мои подписчики, которые в комментах писали, сделай видео о данном танке, сделай видео, то я подумал, что действительно может быть ролик и будет актуальным. Вот, и к моменту записи этого видео, естественно, нужно поиграть. И у меня были определенные взгляды, уже сформированные еще из тех боев, когда я давно-давно на нем катал, где-то год назад. Я понимал то, что, ну да, такой плюс-минус неплохой танк. Сейчас же, ребят, я очень сильно разочаровался. Конечно, есть различные, так сказать, причины этому, но самые главные причины я вам, конечно же, назову. И если вы пройдете реферальную программу 2.0, то брать Т-92 будет, как мне кажется, опрометчиво. Попытаюсь вам обосновать свою логику, ну и вообще свое мнение. Во-первых, если посмотреть в статистику, то у нас здесь не все так хорошо. Вообще, по боям мы находимся тоже далеко внизу. У нас всего лишь, там, 2 миллиона боев, там, с копейками, 2 миллиона и 300 тысяч. Вроде бы процент побед. 53-33, то есть это неплохой. Почти 54, у меня на аккаунте 54. И это, ну, я считаю то, что неплохой процент побед все-таки для среднего игрока. Средний урон 816. Чтобы вы понимали, мы по среднему урону на восьмом уровне обходим только 5 танков. Это ВЗ-132 легкий танк, это ХВК-12, ну, или ХВК-12, это Бачтельон-12Т, это Бульдог и ЛТТБ. ЛТТБ на последнем уровне. И это далеко не все еще ЛТ. Есть Ёлки, есть также, кто там, Гранд Финальные Бульдоги и так далее. То есть и обычный, там, этот, М41-90 миллиметровый, то есть еще один Бульдог. ЛТ хватает, ЛТ-432, их там огромное просто количество. Но мы находимся далеко внизу. То есть среди всех абсолютно премов на восьмом уровне, мы по среднему урону самые-самые донные. То есть ЕЛС-ЕВН-90 имеет 854, а потом мы. То есть мы самые донные среди всех, не только ЛТ премиумных, а вообще среди всех премиум танков. То есть вот это уже нужно взять на вооружение. Именно вот данный фактор. Ну и само орудие отвечает за себя. Вроде бы у нас здесь классическое орудие от Бульдога. Урон 150, бронепробитие 175. 60 снарядов в боекомплекте. Скорострельность неплохая, да, ДПМ 2000. То есть очень быстро пережаряжаемся, там, 3,5 секунды, это если округлять, там, плюс-минус. Время сведения 1,8, разброс на 100 метров 0,38. Для ЛТ плюс-минус это неплохо. То есть казалось бы, ну, чё ты придрался. Но бронепробитие, во-первых, основной снаряд под калибр. Летает, кстати, он очень быстро, там, 1200 метров. Это, ну, неплохо, тем более для восьмого уровня. Ну, 210 пробивает у нас голда. Голда это кумулятив, и казалось бы, всё прекрасно, да? Не пробиваешь, заряжай кумулятив. Но вопрос в другом. Вы знаете, сколько данный кумулятив стоит? 5600. Вы представляете, 5600 за альфу в 150. Не все десятки, у которых там альфа под 700, не все ПТшки, у которых там 750 альфы, имеет такой звонкий кумулятив, который будет стоить столько. Ну, не обязательно звонкий, там, кумулятив. Любой голдовый снаряд стоит 5600. Вы представляете, насколько это много? Это просто, ну, 2 пульки выстрелить, это больше 10К. То есть у вас будет комплект 60 снарядов. Как правило, обычный игрок играет, ну, там, 70 на 30. То есть 70 основных, 30 там голдовых. То есть в нашем случае, если мы будем загружать 1 к 3, то есть мы загрузим 40 основных снарядов. Это подкалиберы, ну, бронебойные, я имею в виду, подкалиберы. И 20 кумулятивов. Вы посчитали, во сколько это обойдется? Больше 100 тысяч. То есть чисто зарядить кумулятивов больше 100К. И на этом танке стрелять очень дорого. То есть, да, вы на основных снарядах можете, но пробивать подкалибером 175 в лоб какого-нибудь ИСа 3, я уже не говорю про УВК и все остальные эти японские танки. Это вообще просто жесть. А так как мы играем против 10 уровней, то что нам сделать с бронепробитием в 175? Окей, если бы это была ББшка, ну, плюс-минус, там, какие-то бы вопросы решались. Но подкалибер это просто ужас. И у нас нет никакого барабана, ни системы дозаряжания, ничего. Просто обычная цикличная пушка. И как с ней играть? Ну, вот как? Да, окей, если бы здесь голда вот 210 она пробивает, но если бы он стоил там 2000, ну, ноль вопросов. Ну, как бы там 4, пускай 3. Но 5600 это многовато. То есть 2 пульки это 10К, то есть 11 там 200. Кому это нужно? И не факт то, что ты этим кумулятивом пробьешь. Вот это самая главная печалька данного танка. Конечно, у нас здесь есть определенный плюс, я о них расскажу. Вот, допустим, пожалуйста, хотя бы углы вертикальной наводки. Пушка опускается вниз на 10 градусов. Это очень хорошо. Что касается прочности бронирования, то брони никакой нет. Прочность у нас тоже 1000 единиц. Это довольно-таки ограниченный, так сказать, боезапас ваших ХП. И с этим играть сложновато. То есть неверное телодвижение какое-то. И, как правило, от каких-то фугасных танков, а мы играем против 10 уровней, против 9, а там данных танков хватает, даже КВ-2 в некоторых случаях вас может ваншотнуть. То есть нужно понимать, что данный танк, вот даже в супер имбовых руках, не всегда может тащить. Это танк, очень сложный в плане реализации своего орудия. Конечно, можно поиграть в чистый свет. Но сколько игроков любит светить? Наверное, у меня, как и у большинства игроков, на подсознание больше откладывается то, что нужно больше наносить урона. Ну, игра нас так приучила. Если ты дамажишь, как правило, ты побеждаешь. Если ты не дамажишь, ты не побеждаешь. Это такие некие законы природы в игре World of Tanks. Ну, утрирую просто. И в этом плане Т-92 очень сложен. Да, у нас здесь вроде неплохая мобильность, максималка 60. Но при этом, если посмотреть на другие ЛТ, которые на восьмом уровне развивают свою скорость до 72, а с горки там и практически до 80 километров, плюс еще появилась колесная техника, то на этом фоне Т-92 даже со своей мобильностью, которую она у него была раньше, ибо максималка в 60 вперед, 25 назад, с удельной мощностью в 35 лошадиных сил на тонну, и со скоростью поворота шасси в 55 градусов, он теряет свою актуальность. То есть, да, он в мобильности, ну, как бы, обыгрывал других ЛТ, а сейчас уже нет. Прошло время, незаметность, казалось бы, самая топовая, но вот у нас есть елочка. И все. И обзор 400 метров. Это, да, хороший обзор, но это не топ. Это не такой уж и топ, который, ну, вообще не пересвечивает там 405-410. То есть, у нас, да, у нас отличные УВНы, хороший ДПМ, маленький силуэт, ну, и поэтому маскировка хорошая, стабилизация неплохая, то есть мы точнее, ну, не то, что точнее, мы быстро сводимся, у нас хорошая стабилизация, разброс там от орудия при повороте небольшой. Но вот как это все реализовать, как вот эти маленькие детальки вслепить в большой пазл, у меня не получается. Мы картонные, у нас часто критуют, маленький урон за выстрел, никакой брони, кумулятивы, ну, просто 5-600 стоит, но это очень жестко. Максималка в 60, среди ЛТ это, по-моему, вообще самая низкая, я не знаю, какая ЛТ меньше 60 едет. Ну, по-моему, нету. Напишите, кстати, в комментарии, будет интересно. По-моему, это минимальная скорость. 60. Она выигрывает, ну, Т-92 раньше выигрывала за счет своей удельной мощности, то есть и в горку, и проходимость неплохая, и вот в плане этого. Но максималка 60, это, по-моему, минимальная. Нет ЛТ, который 55 едет? Честно, не знаю. Вот интересно такой вопрос, напишите в комментарии. И вот на всем этом фоне Т-92 просто выглядит ничтожно. Может быть, да, процент побед на нем большой, я не знаю почему. Возможно, скилловы игроки на нем любят играть. Но средний урон говорит за себя сам. А играть чисто в подсвет, ну, кому это нравится? Если, конечно, вам нравится вот светить и изредка там урон наносить, хотя я не спорю, на этом танке можно наносить урон, я опять-таки не спорю, но это очень сложно сделать. Если вы любите играть под свет как пассивно, так и активно, то, возможно, да, это танк для вас. То есть вы сможете на нем показывать хорошие результаты. Но, как следствие, этого случается очень мало. Также, особенность, которую я нашел на данном танке, я когда играл, заметил вот такую вот небольшую фишечку. Если на данном танке наносить полторы тысячи урона, не в зависимости, голдой или основными снарядами, при этом особо там ничего не подсвечивать, там может тысяча, ну не тысяча, а 100, 200, там 300 подсвета, один фраж какой-нибудь при уроне в полторы тысячи, у вас уже будет ВН-8 бирюзово-фиолетовый. Если вы нанесете 2К вообще без засвета и без фраков, у вас уже будет фиолетовый ВН-8. То есть если вам держать в средуху в районе полторы тысячи, то есть это действительно неплохие показатели будут, ибо на нем средний урон-то составляет 816, то есть в 2 раза больше если держать, плюс при этом подсвечивать, иногда фраги делать, то на этом танке можно в принципе держать бирюзово-фиолетовый ВН-8. А если вы прям играете хорошо, то и ВН-8 можно держать вовсе фиолетовый. Ну и как следствие поднять себе процент вашего ВН-8, то есть стать фиолетевоньким. Фиолетевоньким. Это можно хештег ставить, ну просто прикольное слово получилось. И данный танк возможно подойдет как для буста ВН-8 на восьмом уровне, но для этого есть и другие танки. Поэтому, ребят, стоит ли оно того? Не стоит. Сами подумайте, нужен ли вам данный такой танк или нет. Вы все-таки потратите свое время, свои старания на это, чтобы получить определенный танк за реферальную программу 2.0. Ну и Т-92 как фармер он не справляется со всем этим. Да, за... Вы и без меня знаете то, что за подсвет вам дают кредитов, но опыта как правило не дают. То есть прокачивать там экипаж быстро или свободку на нем набивать не так уж и легко будет. Не так уж и легко. Мне кажется, ЛТ брать премиум в наше время это не такая уж и жесткая необходимость. Ну, не необходимость. Потому что, ну, ЛТ особо не дамажит, как правило. Есть различные варианты, но нет. Поэтому, ребят, думайте сами, думайте своей головой, но я не хочу, чтобы вы тратили на данный танк свои кровные деньги, если он выйдет в продажу. Ну, или же свое время для выполнения реферальной программы 2.0 и чтобы вы хотели. Ну, или впоследствии как будто вы хотели его получить. Как будто ну, просто вы хотели его получить. Тут я выпустил видео и вы его расхотели получать. Я очень обрадуюсь. Мне будет очень приятно, если я сэкономлю ваши кровные деньги. Лучше купите себе какой-нибудь другой танк, который играет. А в нашей игре их полно. А вообще, лучше пойдите и купите себе книжку или что-нибудь покушать вкусненькое. Возможно, из этого даже будет больше толку и смысла. Все, ребят. Большое спасибо вам за просмотр. Если вы досмотрели видео до конца, то, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Напишите комментарии. Также, если не составит труда, есть ссылочка в описании подписаться на мою группу ВКонтакте. Там выходят новости, мемасы и так далее. То есть, очень там все интересно, информативно. Я надеюсь, что вам понравится. Ну, и что еще можно сказать? Приятных вам боев, приятных вам дней в жизни, чтобы у вас все было хорошо и почаще заглядывайте ко мне на канал. Буду стараться выдавать вам хорошие видеоролики, чтобы вам было весело. Все. До новых встреч. Пока-пока.